С проблемами трудоустройства сталкиваются многие осужденные, отбыв установленный срок в местах лишения свободы. Для решения этого вопроса в системе УФСИН созданы образовательные учреждения. Так, в 17-й исправительной колонии, помимо общего образования, можно получить и профессию, например, слесаря, повара или швеи. Среди студентов проводят и конкурсы профессионального мастерства. Слово Екатерине Гладышевской. Руслан Шарипов вспоминает, как прежде помогал жене по хозяйству. С тем, что принято считать женскими обязанностями, мужчина всегда справлялся без труда. Вот и теперь с легкостью орудует иголкой и ножницами. Признается, поначалу получалось не все, но со временем пальцы стали более послушными, и строптивая швейная машинка, наконец, покорилась. Мне нравится этим заниматься. Во-первых, не все мы будем сидеть вечно, мы освободимся когда-нибудь. Но освободим, мне кажется, пригодится эта профессия. Она востребованная. Александр Кротов увлекся шитьем еще на свободе. До дизайнерской одежды, правда, еще не дорос, зато постельное белье получалось довольно аккуратным. Потому в выборе специализации сомнений не было. Ну, сейчас в связи с этими вот всеми санкциями экономическими создается благотворный напор почвы для бизнеса текстильный. Думаю, что да. Если у меня получится, все отлично. Начать свой бизнес в текстильном производстве. Четвертый ПТУ при 17-й колонии была создана в 85-м году. Сегодня его официальное название – Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение номер 29. Основная задача – обучить осужденного конкретной профессии, которая будет способствовать трудовой адаптации после освобождения и послужит в интересах исправительного учреждения. Эти синие береты – не только конкурсное задание. На производстве при колонии они наверняка пригодятся, например, при столярной работе. Исходный материал не новый и уже списан. Заказ на пошив головных уборов вне ИК обошелся бы в несколько тысяч рублей. В итоге – тройная выгода – досуг, опыт и экономия. Сегодня мы проводили конкурс профмастерства среди осужденных по изготовлению головного берета. Пока вы здесь находились, один из первых учеников успел сшить головной берет. В данном случае сейчас он мне в руках. Сейчас мы соберем комиссию из трех человек и будем оценивать его качество. Таких образовательных учреждений в региональной системе УФСИН-4. В них готовят машинистов, станочников, монтажников, столяров, поваров, швей и других специалистов. Все профессии, уверяют представители ведомства, востребованы на рынке труда и выбраны не случайно. Мы очень тесно взаимодействуем с центром занятости. Постоянно мы ежеквартально запрашиваем информацию, какие у нас специальности пользуются спросом на рынке труда. Пока швей заканчивают работу, по коридору разносится дразнящий запах выпечки. Это будущие повара готовят пирожки. И тесто, и начинку делают сами. Общество дает нам социальный заказ. И мы его применяем согласно тому статусу, в котором мы работаем. Мы находимся на территории исправительного учреждения. Мы об этом не забываем. Поэтому все профессии, а их сегодня 9, на данный момент 6 профессий, по которым мы работаем, они в первую очередь нужны для колонии. Получение профессии дело сугубо добровольное. Сам не захочешь, заставлять не будут. Но большинство упрашивать не приходится. За парты садятся сознательно и с удовольствием. Кем быть после освобождения, они уже знают. Екатерина Гладышевская, Михаил Дьяков, телекомпания Арктик ТВ.